Итак, у нас пятая лекция. Собственно, введение в объектно-ориентированное программирование. Я, конечно, понимаю, что вы не постигли еще суть языка C. Но мы это увидим в конце концов на лавах. Как у вас там дела с указателями, понимаете ли вы, что там статически, не статически, с динамической памятью. Это вещь, которой нужно учиться практически, тыкаться в это дело, получать свои сегментейшн фолты. Тем не менее, нам надо двигаться дальше. У нас один семестр на язык. Итак, ООП на C++. Мы с вами сегодня не будем изучать классы. Мы к ним подойдем от пространств имен. Что такое пространство имен? Мы с вами фактически, когда создали, какую я делал структуру, типа стека, да, или там структуру, которая что-то печатает. Мы сделали функции по работе с ним. Помните? Ну, вот там, например, array, который заключен внутрь структуры, ну, для простоты копирования. Да, потому что структуру удобно копировать. Когда массив вставлен в внутреннюю структуру, то этот кусок памяти можно легко копировать, возвращать из функции, что может быть удобно. Ясно? И функции по работе с ним. То есть функция print, которая получает этот тип, да, я ее, естественно, назвал print, array, а, print array 2D, это было array 2D. Так? Вот давайте что-то подобное сделаем. Да? Но я хочу, чтобы все эти функции назывались, ну, как-то более четко привязаны были к этому типу. Давайте с вами еще раз попробуем это дело описать. Значит, я сейчас сразу на плюсовые структуры, то есть мне не надо будет писать слово struct в качестве предваряющего явления типа, только один раз пишу struct при определении, собственно, объектов данного типа. Итак, давайте я сделаю struct, например, array 2D. Давайте D больше. array 2D. Вот. Ну, у него внутри я делаю что? Int M, N, да, и, собственно, ну, давайте там будут W числа, W звездочка, звездочка, P. Ну, понятно, в каком виде я собираюсь там хранить, в каком виде я собираюсь там хранить данные. Да, это массив, динамический будет у меня, да, сейчас. Вот так вот я описал этот тип. Теперь я хочу создать функции по работе с ними. Но эти функции я хочу выделить в отдельное пространство, потому что какие типовые задачи у меня будут? Давайте так хорошо. Печать, да, печать на экране. Еще типовые вещи, которые нужны. Считывание. Еще. Не будем там никакие повороты, там, транспонирование и так далее. Ничего этого не будем делать. То есть копирование, да, давайте, инициализация. Ну, то есть, когда он у меня, нул, да, был, был нуловский, ну, в смысле того, что это еще отдельная проблема, как его забить нулом, да, когда создаю объект данного типа. Но, тем не менее, потому что у меня может быть возникнуть ситуацию, если я просто беру, создаю структуру типа RA2D, да, вот экземпляр ее, то у меня, естественно, указатель будет мусорного значения. Я могу segmentation fault получить, если разумяну этот P. Или обращусь в P нулевую, нулевую. Это не важно, я все равно получу segmentation fault. Да, то есть мне какая-то инициализация нужна, как только я создаю структуру, мне нужно инициализировать ее. Ну, хотя бы нуловским, да. Или там размерами, там, 0, 0, да, например, 0, 0, нул, вот как-то так, да. Вот, печать, считывание, инициализация, копирование. Видите, сколько, да? Вот давайте с вами проработаем. Ну, печать, пусть будет print, считывание мы назовем input, да, инициализация init, копирование, копия. Но вы должны понимать, что это я сейчас, если я так назову функции, то будет проблема. Так называются функции для структуры array 2d, а я захочу рядом сделать array 3d, array 4d, там, вектор, что-нибудь еще, понимаете? Стэк, хэш-таблица. То есть у меня могут быть разные структуры, и для них, для всех будут какие-то, ну, по сути, одинаково называющиеся копии. Что я предпринял на прошлой лекции? Я сказал, ну, давайте назовем эту функцию так. Array 2d, подчеркивание, print. Тогда у меня будет для array 2d будет одно наименование у всех этих функций, для array 3d оно будет другим. Логично? И у меня не будет конфликтов имен функций. Однако, существует такой способ, который позволяет удобнее встроенным в язык методам сделать как бы директорию. Вот как вот в файловой системе у вас есть директории, в этих директориях могут быть еще директории. Я могу сделать как бы директорию с именами. Понимаете? И вместо подчеркивания я здесь смогу писать два двоетучия. Это и будет пространство имен. Понимаете? То есть я хочу сделать вот так. Есть, правда, некоторая тонкость. Имя array 2d в чистом виде у меня уже задано. Но я сейчас схитрю так по мелочи. Я сделаю array 2d маленькое. Потому что я сейчас хочу, собственно, сделать шаг вперед. Я думаю, что сегодня все-таки я введу классы на самом простом уровне. Уж очень хочется. Значит, что я сделаю сейчас? Я введу... Ну, это ниже по тексту, но я вот тут начну писать. Я введу namespace... Namespace... Array 2, замечаю, d маленькое. Ну, просто, чтобы не возникало конфликта имен с той структурой. Правда, я могу сделать так. Я могу ту структуру поместить внутрь пространства имен. А дальше что значит? Я открываю фигурную скобку. Вот я закрываю фигурную скобку. Все, что у меня написано тут, будет функциями переменными, погруженными в пространство имен array 2d. Понятно? С точки зрения статической памяти и локальной памяти, оно у меня, вот это вот строки, их как будто бы нет. То есть, это все прямо в файле в голом, да? То есть, у меня здесь заголовки функций могут быть. Например, да? То есть, я вот, например, открываю, это у меня будет array 2d.h. Это файл. Вот в файле array 2d я открываю namespace array 2d. Я пропускаю сейчас стражи включения, if and def define, and def пропускаем. Вот это заголовочный файл. И в нем я открываю array 2d namespace. И в нем внутри пишу. Ну, со сдвигами это сделаю. Что я напишу? У меня функция print, она вайдовая. Void. Print. И она получает у меня константную ссылку. Const array 2d. Альперсан. Не знаю, как это. Давайте буковкой а назовем. Потому что для печати мне достаточно ссылки. Но чтобы я точно не изменил внутри, гарантировал то, что не изменится, я делаю константную ссылку. Константную ссылку на тип array 2d. Понятно? А input у меня тоже будет процедурного характера. Ой, void. То есть, он не возвращает, а он именно... Ну, я могу сделать, что-то возвращал, при желании. Ну, я сделаю процедурного типа input. И ему в качестве параметра, вот это я даю, но не константную ссылку, да? Ray 2d. Альперсан. Альперсан. Это та ссылка, по которой можно будет менять содержимое указателя mn в этой структурке а. Ну, и, соответственно, там винил. Тоже должна быть изменяемое, поэтому я это дело подчеркиваю, что он изменяемый, да? И что еще? И копию. Копию. В данном случае мне нужно скопировать в один другой. Ну, давайте, я не знаю, можно вернуть в качестве результата, но я бы не хотел этого, потому что есть некоторые тонкости. Давайте процедурного типа, чтобы оба были доступны по ссылке. Я не буду пояснять сейчас глубоко, почему. Но это завязано со всякими тонкостями по ресурсам. Void copy. Соответственно, здесь первая ссылка идет не константная. Это куда, ту, и вторая, это конст. Рейм 2D, конверсант, пром. Это так, я просто написал заголовки функций, как я представлю себе базовые функции по работе с Рейм 2D. Если я захочу вызвать эти функции, как вот типовое использование будет выглядеть? Я подключил этот модуль. Рей 2D.h. И дальше я хочу использовать, создать структурку, инициализировать и распечатать. Ну, сейчас все примитивные вещи. Я не говорю, как оно реализовано, только вот как оно описано. Что я сделаю? Я здесь напишу, соответственно, конкретный экземпляр этой структурки. Рей 2D. Давайте назовем его x. Маленькие. Рей 2Dx. Это конкретный экземпляр этой структуры. Естественно, как только я создал, надо не забыть его инициализировать, иначе, не дай бог, там будет указатель не Нуловский внутри. Да? Надо, чтобы он был Нуловским. Не забыть инициализировать. Что я делаю? Мне надо из пространства имен Рей 2D вызвать функцию инициализировать. Инициализировать функцию инициализировать. И передать ей, собственно, x. Юзка есть понятен? Еще раз. Если вам кажется, что можно было бы не погружать это в пространство имен, пока это чисто вот такой учебный пример. У меня других типов тут нету. Нету Рей 3D, нету еще чего-то стеков, множеств деревьев, еще каких-то типов. Это можно. Да, действительно, я вам... Зачем просто инициализировать икс и все? Но фишка же в том, что мне нужны будут и Рей 3D, и там Матрикс, инициализировать и так далее. Инициализировать будет тысяча. Понятно? Поэтому мне принципиально и длина здесь не должна вас останавливать. Это нормально, что длинно записано. Но фишка в том, что когда я вот набираю два двоеточия, то хорошая середа разработки, она уже подсмотрит, а что есть в этом пространстве имен, и подскажет. Вот здесь в этот момент, когда курсор будет вставить, он скажет, вот, тут вот, вот что можно с ним делать. Вот. Ну и там инициализировать, да, там принт, и так далее. Если я не хочу... Да, ну и, как я сказал, саму вот эту штуку, саму вот эту штуку тоже можно было бы погрузить внутрь в пространство имен. Кстати, в этом случае они могли бы называться одинаково. Потому что как в директории А может быть файл с названием А, и это ничему не противоречит, так и тут. Экстракт RA2D может жить внутри пространства RA2D. Правда, все-таки это некоторых тонкостей вызовет. Вот мы сейчас не будем с этим. Да, я не буду сейчас внимательно, как оно. Потому что будет сейчас фишка, когда это дело сольется хорошенечко. Пространство имен можно подключить так, чтобы внутри вот этой данной конкретной функции мне не приходилось каждый раз писать RA2D2. Если я знаю, что в рамках этой функции других инитов не будет, в этой функции внутри других инитов не будет, то есть никаких конфликтов не возникнет по имени, в этом случае я могу сделать следующим образом. я могу один раз написать using ааа, сейчас покажу. namespace, есть разные варианты этого использования, namespace и ниже по тексту, я могу пользоваться ниже по тексту до конца функции, я могу пользоваться просто словом init x print x и так далее. Понятно? input x print x то есть я произнес вот это как бы некая магия, такое заклинание, такое я использую я, да, то есть я использую я, использую я пространство имену STD, ой, проще, STD, RA2D. С STD там та же фишка, когда мы пишем using namespace STD, то мы говорим, использую я его. Если эта инструкция будет написана уровнем выше, то к чему это приведет? Потому что в течение всего файла я не смогу пользоваться короткими именами с другим типом, ну, чтобы не произошло конфликта. То есть одновременных два юзинга могут привести к ошибке. Понимаете? Если я сделаю using namespace array 2D и using namespace array 3D, то вполне возможно, что у меня ошибка пересечения имену. Понятно? У нас будет сводочек. А? А? 2D Он попытается подключить короткими именами сюда, ну, в рамках этой функции и тот, и тот, и то, и то пространство имену. И могут возникнуть конфликты имену. Понятно? Это не значит, что я перешел, как бы, и я дополняю, как бы, CD в этом каталоге, да? Это, как бы, именно я, пользуясь этим каталогом, как бы, имен, да, как бы, он, естественно, что он будет при поиске имен, да, он будет просматривать имена, и в частности, и локальные вот тут, да, и оттуда. Ясно, что значит это using? При этом, если все-таки я хочу, вот я такой обычный пример приводил, представим себе, что у меня есть namespace zoo, пространство зоопарка. У меня в пространстве зоопарк определен волк. Struct волк. Что у него там внутри, не судьба. На пустые скобки, что-то там внутри есть. Да, и у меня есть Struct ready. Да? И у меня есть namespace Forced. Правильно ли? С двумя R? А? Одно R. С одной? Forced. И в нем тоже есть структуры волк и заяц. Я их специально делаю разными. То есть, они у меня в принципе выполняют там в рамках своего леса условно ту же логическую функцию, да, но они разные. Да? Допустим. Соответственно, если я в рамках какой-то функции хочу сделать using namespace и using namespace Forced, да, одновременно два using namespace, то мне не получится этого сделать. Для пересечения по именам. Вопрос вот в чем. Могу ли я написать такую функцию, которая Фин. Которая берет волка из зоопарка, берет волка из зоопарка и скармливает ему зайца из леса. Да? И мне нужно это не просто один раз, а так, чтобы, прям вот я буду все время писать, чтобы так, чтобы когда я пишу волк, у меня подразумевался волк из зоопарка, а когда я пишу рэббит, у меня подразумевался заяц из леса. Волк x, рэббит y. Да? Еще раз? Есть такой способ, я могу сказать без namespace, using zoo два двоеточия волк. Это более точечное взятие, я говорю, используя волка из зоопарка. Только волка, то есть, в принципе, все пространство имен доступно, но оно доступно с длинными именами, zoo два двоеточия волк, zoo два двоеточия рэббит, да? Но волка из зоопарка, я после такой фразочки, я смогу использовать просто как волк. С зайцем, соответственно, я произношу using того, using, это forest, два двоеточия, рэббит. Кролик и зайц, одним словом, на этом языке. Еще одна вещь, которую я сейчас покажу на этих, на волках и зайцах, это открытость пространства имен. Если я один раз описал структуру, то я не могу ее дополнять. Если я попытаюсь ее дополнить, написать еще раз, struct, RAID 2D, и дописать туда еще какой-нибудь инст, то, не важно что, да, то мне компилятор что скажет? Sorry, он скажет, извините, такая структура уже описана, определена, вы не суетесь, пожалуйста. с пространствами имен дело обстоит иначе. Пространство имен открыто для наполнения, то есть я могу ниже по тексту еще раз открыть namespace Zulu и дописать туда еще что-нибудь, например, в зоопарке есть еще крокодил. Понятно? То есть это будет в библиотеке и это само имя? Пространство имен не являются библиотеками. Это каталогизация идентификаторов. Они являются один файл. Сортировка имен по... Это может быть в одном файле. То есть вот это все может быть один файл. Animals.h С другой стороны, поскольку пространство имен открыто для дополнения, то у вас одно и то же пространство имен может быть в нескольких файлах. Например, SCD. Он может быть распределен по многим файлам. Eostream. Какой-нибудь F. Stream и так далее. Для вас не принципиально как оно и по скольким файлам оно разложено, но все объекты стандартной библиотеки они находятся в пространстве имен SCD. Понятно? В данном же случае я могу наиспоизу использовать в одном файле и в другом еще и по мере того, что именно я заинклюжу, то мне будет доступно. Но еще раз, пространство имен это каталогизация идентификаторов или по сути метод сортировки какого-то структурирования имен, потому что их слишком много и они очень похожи. Понятно? Разложить имена по каталогам. А вот если у меня есть каталогия будет разных файлов он при создании одного своего файла он будет от всех радиусом? Нет. Надо заинклюидить его явным образом. То есть, то есть, заинклюженное то, что после припроцессора попало к компилятору, он возьмет соединит это чисто условно-механически в одно пространство имен, ему будет наплевать, что это из разных файлов при инклюжене. Понятно? То есть, это слитый из разных файлов, но какая вам разница? На компиляции это уже один ЦППшник, один исходник для трансляции. Нет, не обязательно, только те, которые надо. Ну, из пространства СТД тебе всегда вся стандартная библиотека нужна? Нет. Какой-то кусочек. Но просто к именам стандартной библиотеки ты будешь обращать через СТД два двоеточия. Понятно? Вы поняли суть? То есть, пространство имен не является ничем с точки зрения там статическое, не статическое. Это исключительно механизм удобства для сортировки имен, чтобы их как-то разложить по полочкам и перестать в них путаться. Ну, а юзинги позволяют нам еще и сократить использование этих имен фактически в рамках функции. Бьерн Строуструб, создатель языка C++, говорит, что мода делать на уровне файла using namespace с СТД порочная. Не надо подключать юзингом пространство имен в рамках всего файла глобально. Потому что, если не дай бог это сделать в заголовочном файле, то все люди, которые ваш заголовочный файл к себе соинклюдают, автоматически хотят или не хотят, вынуждены работать под юзингом. Понятно? А это значит, что у них автоматически нельзя создавать переменные типа Cout или Cin. Ну, мало ли, а вдруг у них такая переменная есть, а у них конфликт имен возникнет. Потому что за using namespace СТД он все объекты СТД вам притащит с короткими именами глобально. Понимаете? Да. А возможно using закрыть где-нибудь все-таки? Нет, закрыть нельзя. Именно поэтому надо его, если он вам нужен в кусочке функции, то вы можете сделать так. Давайте вот тут покажу. Вы можете вот так взять просто блок. Блок закончился, да? В следующем блоке вы сделали другой using. Using Zoo Rabbit. Понятно? Таким образом вы за счет этого блока, который вроде бы не начало функции, но блок позволяет вам четко выделить место создания и кстати эти блоки могут позволять вам еще одну вещь, я не говорил этого в чистом C, определить границу существования переменной. То есть если вам надо, чтобы переменная в какой-то момент исчезла, да, со стека исчезла, да, то есть у вас вот здесь вся, ну я сейчас буду подразумевать, что есть, когда у вас есть там что-то там, тут еще переменной x нету, вот тут переменная x создана, да, вот тут вот вы ей попользовались, а вот тут вот вся вот, там давайте еще раз буковку h, да, ну я просто какой-то текст пишу, а вот тут переменной x уже нету, не существует, она уже с стека снята, в этом случае у меня просто тупо блок фигурные скобки, который ограничивает локальность переменной, она реально существует, только это время, автоматическое переменное, да, а если using погрузил в блок, то он будет действовать только внутри блока, да, вот, но я же это сказал впервые, да, именно что, using тоже можно внутри блока загонять, но на самом деле, если у вас функция настолько длинная, что вам using надо погружать внутри блока, скорее всего, вы просто неправильно спроектировали функцию, функция должна не превышать 50 строк по возможности, функции должны быть достаточно короткими, модульный подход, не забываем, да, как называется, процедурное, оно же структурное программирование, и так, 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 мотоцикл поехал, мы с вами проговорили про пространство имен в C++, еще есть вопросы по ним, ну все, тема не сложная, а теперь давайте поговорим про перегрузку функций. Про перегрузку функций. А вот все-таки, а все-таки. Нет, давайте с классическим. Потом я не стираю пока. Заголовок. Перегрузка функций. Перегрузка. Ох, тут очень тонкий момент в литературе по С++ бывает. Давайте я подчеркну перегрузка имен функций. Можно в скобки взять, потому что вы этот вопрос будете в книжке читать под словами просто фразы перегрузка функций. Но надо понимать будет, что перегрузка функций и перегрузка методов, а вы знаете, что метод – это функция, погруженная в класс, но мы в этом чуть позже будем. Это разные вещи. Разные. Перегрузка имен функций. Давайте с вами посмотрим на функцию модуль. В чистом языке С есть такая проблема. В библиотеке МЭ, которая у нас с МЭ, но сейчас именно с чистой С без плюсов. Это важный момент, потому что перегрузки функций, ее, давайте это восклицательным знаком, справа так напишем, ее нет в чистом силе. Нет в чистом силе. Итак, смотрите. Допустим, у меня есть такая функция, которая должна возвращать мне модуль числа. инт и эрс от инт х. Да? Я только заголовок сейчас пишу. Тело не пишу. У меня должна быть функция, которая возвращает от флот числа дабл я не помню, как там он называется, дабл фэпс. Вот дабл х. Естественно, что это разные функции, они по-разному работают, по-разному компилируются. Да? И, допустим, у меня есть еще функция для малюсенького чара, которая я вот, знаете, вот я недавно прочитал про то, что, ну, плохо использовать классический инт и чар, особенно плохо, который неизвестна длина, а надо пользоваться на самом деле инт там, т. Ну, я вас не готов сразу сегодня погружать в это дело, но потом я расскажу, что чар и интом пользоваться нельзя. Вы так запомните, что этим пользоваться оно и есть, это вообще в стандарте, но в стандарте есть и еще что-то, чем более современное, чем пользоваться надо. Типы с фиксированной длиной, с известной. Надо пользоваться им. Но я пока пишу по старелочке. Вот чар, и давайте назову его цапс, цепс, который подкрепляет чар х. Да, причем чар еще неизвестно, знаковый или безнаковый. Допустим, знаковый. Понятно, да? Ну, мне важно, чтобы эта функция возвращала именно того типа, которого вот она принимает. Ну, и давайте еще я добавлю сюда функцию, которая возвращает мне специальную, сделаю структуру, комплекс, которая будет возвращать комплексные числа. Ну, соответственно, она, комплекс, да, она, прошу прощения, у комплексного числа модуль это вещественное число, поэтому она возвращает. Double, даже не знаю, как ли с этим чаром и комплексом, C, M, B, L, EPS, да, комплекс X. Ну, давайте Z. В общем, понятно, что у меня возникает целое множество функций, которые по-хорошему могли бы называться одинаковыми. Вопрос. А можем ли мы это себе позволить? Ответ языка C, нет, категорически нет. Не можем мы себе этого позволить. Каждая функция должна называться по-разному. Ну, хочешь, расцовывай по-разному пространству имену. Нет, не хотелось бы. Ну, в одно, я считаю, это пространство имен, в одно пространство имен, но одноименные функции, которые выполняют, по сути, одинаковую деятельность, которая для разных типов, конечно, немножко различается, но суть одна. То есть, я хочу, чтобы у меня был интерфейс вызова универсальный, независимый от того, для чего именно я ее вызываю. Реальные функции разные. Понятно? Тел функций много, а заголовок как бы один. Ну, скажем так, самое главное, не заголовок, а не заголовков много, но имена одинаковые. Понимаете? Тогда текст будет проще писать. Мне нужно модуль числа, я просто эпс, и все. Логично? Как вот ответственность плюс? Да, можно. Существует, собственно, перегрузка функций. Перегрузка функций бывает по количеству аргументов. То есть, если различается количество аргументов, давайте я для комплекса сейчас прям разорву и напишу так. Double x от double x double re double y. Ну, так, чтобы реально было им два, так, double re запятая double im. Логично, да? Понятно? Я отдельное вещество, но не мы честно не можем. По количеству аргументов. То есть, просто по факту количества аргументов я смогу различать. Точнее, не я, а компеллятор. Если он увидит в теле функции main, например, комплект f, увидит там f от 1,2, то сомнений у него не возникнет. Да? По количеству аргументов подходит только эта сигнатура функции. Поэтому при компиляции он взглянет на все множество функций f и скажет этот вот f я автоматически ее туда поставлю. Ясно? Вторая по типу аргументов. здесь есть разные приоритеты. Вот представим себе, что у меня вызвана при имеющихся вариантах функция f от пятерки. f от пяти. Какая из четырех функций будет вызвана? Ясно, дело, не четвертая. Ясно, дело, не четвертая. Но какая из вот этих трех? первый приоритет у него будет выбор. Он должен решиться на что-то. Компилятор в этом случае не будет сомневаться. Потому что у него есть точное совпадение типа. Он смотрит, вызвали с интон, а у меня есть точное для инта. В этом случае он подставит сюда ту реализацию, которая для инта. Понятно? При совпадении количества, соответственно, вторая. У типа аргументов это точное совпадение типов. Надо сказать, что перед этим, когда я писал EPS1,2, не было точного совпадения типа. Давайте я напишу и то, и то. EPS1,2, и я здесь напишу стрелочку, что это вызовется для комплекс. Хотя здесь инт, инт, но у меня там только дабл-дабл. Он перед тем, как вызвать эту функцию, произведет автоматическое неявное приведение типов. То есть из целочисленной переменной он сделает переменную типа W автоматом. Для того, чтобы запихнуть ее и вызвать эту функцию, это придется его сделать. Если же я вызываю ее с точным типом, то, пожалуйста, EPS1, это у меня соответственно вариант с интом, первый вариант. Если я вызову EPS1,5, константы вещественные вот такие с плавающей точкой, они по умолчанию имеют тип W в языке C++, соответственно будет вызвана версия вот этого с W. Кстати, если W и FLOAT, у меня две функции разные будут для W и для FLOAT, то у меня там тоже возникнет вопрос, но поскольку есть точное совпадение типа, то он будет использовать ту, которая нам для W. Дальше, если не существует функции, которая точно под этот тип написана. Ну, например, а если я вдруг вызову эту функцию для вот давайте X 1.5 по-моему она пишется F. Я не уверен, как там подписывается ветерал правильно, чтобы она была флотовского типа константа. Я не уверен, боюсь набрать, но кажется константа. Подписывается туда, чтобы скомбинатор скажет, это константа такого, ну, или могут создать переменную типа флота, а от этой переменной сделать. Понятно, да? В этом случае по-прежнему дабл, хотя тип отличается. Но это следующее, если нет функции, точно подходящей по типу аргумента, то будет вызвана функция, которая так называемая точность приведения типа. Следующее, приведение типа, приведение встроенное, приведение типа, имеющее характер продвижения. Продвижение вверх. Продвижение вверх. третий пункт мы пока опустим ниже, он еще там будет ниже. Третий тип перекосы функции. Понятно, да? Нет, непонятно. Продвижение вверх. Что это за понятие такое? Дело в том, что все типы в каком-то смысле выстроены в такую линеечку. Более короткие, более длинные, там, где мы не теряем точность. Между прочим, совершенно дико то, что беззнаковые у языка C++ считаются более приоритетными, более высокого уровня, чем знаковые. Забавно очень выглядит. Но факт есть факт. 1 беззнаковый больше, чем минус 1 это ложь. Внимание, внимание, внимание всем. Еще раз, на языке C++ это ложь. Беззнаковая единица меньше знакового минус 1. потому что минус 1 для того, чтобы сравнивать эти два операнда, их нужно привести к одному типу. Что выберете из C++? Беззнаковые, потому что эти два числа одинаковые длины, и он скажет, вот, значит, минус 1 мне надо сделать беззнаковым. А он каким будет? Это минус единичка записывается как все единички. Представление ее дополнительный двоичный код все единички. То есть, это максимально возможное число беззнаковое, если его перевести к беззнаковому типу. Понятно? Вот, это ложь. Единичка беззнаковая меньше минус единички знаковой. Спать не надо, это жесть. Это жесть языка C++, про которую надо знать. То, что беззнаковый тип приоритет надзнаковым. Но в любом случае есть вот так называемое, если встроенное приведение типа продвижением вверх, то он эту предпочтет. Ну, там, в случае флота, например, дабл, он как раз к нему выше. Да, он как раз в его линейке, это с плавающей точкой типа, их там всего лишь в этой линейке, и флот ниже, чем дабл, то есть продвижение вверх. Понятно? У инта там их побольше. Знаковые, беззнаковые и разных длин. Беззнаковые предпочтительные, чем знаковые, а более длинные предпочтительные, чем более короткие. Ясно логика? Неясна. Жесть, конечно, да. Следующий вид перегрузки, точнее, по приоритету перегрузки, если не нашлось функции, ну, по количеству аргументов она обязана совпадать, конечно, да, но если точного совпадения нет, если встроенным приведением типа продвижением вверх не получается, то другим встроенным приведением типов их мало, но тем не менее. Ну, то есть, например, от float к int. Если, например, не было бы вот этой функции, если бы ее не было, а я вызываю f от полтора или там от f, то он что бы сделал? Он бы не засомневался, он бы предпочел там а хотя нет, нет, в чем фишка? Дело в том, что привести к int или привести к char более короткому int в данном случае, поскольку они в разных int и флоты, они в разных линейках вот этих продвижений типов, в этом случае у него возникнет конфликт. И сюда, и сюда это один общий приоритет встроенное приведение типа. То есть, и там, он может округлить до целого числа, но он может и к тому, и к тому округлить, в каком он не знает. Поэтому у него возникнет два варианта при попытке найти, какую же функцию имели в виду, и это вызовет ошибку компиляции. То есть, попытка вызвать вот это вот, если не будет у меня таблиновской функции, приведет к ошибке. Следующее. Если нет встроенного приведения типа, то, хотя вы этого пока не умеете, но, возможно, пользователь, то есть, в смысле, программист написал свое приведение типов. Называемое пользовательское приведение типов. Если можно воспользоваться каким-то пользовательским приведением типов, чтобы заставить функцию x, то есть, я функцию x сейчас заставлю работать над каким-нибудь объектом x, какого-нибудь типа волк из зоопарка. Так вот, если волк из зоопарка, умеет превращаться в целое число, трудно себе это сейчас представить, конечно, если его можно превратить в целое число, пользовательское приведение типов, то он тогда сможет быть вызван. Понятно? Если же пользовательским образом его можно привести к нескольким вариантам типов, и для каждого из них есть своя функция, то опять возникнет конфликт, и он не сможет. Если же, да, и при этом вот эти приоритеты, они идут по порядку. Первый, второй, третий, четвертый пользовательское приведение типов. зря я начал писать сразу классификацию. Ну, что есть? Это первое, это римское сделать, это второе, это третье, Ефим, подожди, четвертое, и есть еще пятый приоритет. Если не нашлось среди функций Эрс, функции, вот, вплоть до пользовательского приведения типа, есть еще такая убойная штука, которая называется эллипсис. Функция с переменным количеством аргументов. А может быть существует эллипсис функция Эпс с переменным количеством аргументов, ну, тогда уж будет использоваться последний приоритет. Понятно? Я встретил вот использование того, то есть тонкое использование C++ в литературе для извращенцев. Андрей Александр Эску современное проектирование на языке C++, он там рассказывает всякие штучки по использованию обобщенного программирования, шаблоны со специализацией. Я перечитывал эту книжку, имея уже достаточно многолетний опыт использования C++, перечитывал первые несколько страниц по кругу, часами, перечитывал, потом раз дзен наступил. Я понял, что такое специализация. И он там в каком-то месте он пользуясь тонкостью перегруза, он делает так, что элипсис как раз срабатывает. И этим самым он отслеживает что-то там на уровне компиляции, разворачивает шаблоны специфическим образом. Это такая жесть для извращенцев по C++. При этом знание C должно быть до уровня тонкости перегрузки в каком приоритете. Вы должны хотя бы знать, что при перегрузке функций у меня есть куча функций одинаково именованных, возникает вопрос а какую из них брать. Это непростой вопрос. Идеально ситуация. Первое точное совпадение типов. Если вы будете реализовывать сами функцию, у которой много имен, одно имя в смысле на много реализации, постарайтесь сделать вот так. Понятно? перегрузки. Но в этом вы наверняка не минете, вам придется. Как-то это делать. Ладно. Я вам не рассказал последний, третий пункт. Третий вид перегрузки. Итак, первый тип по количеству аргументов, второй по типу аргументов, третий по возвращаемому типу. по возвращаемому типу. Я вам сейчас покажу. Я сотру вот это дело и напишу. Итак, смотрите. int x от int x и double x от int x. То есть количество аргументов и их типы совпадают и возвращаемый тип различается. Внимание! Внимание! Такого типа перегрузки в языке C++ не существует. Но он существует в природе. Почему его не существует? Потому что в языке C++ нет такого вот представьте что у меня есть дабловская переменная x и ндовая переменная y. Вот здесь равно abs от 1 равно abs от 1. В другом языке программирования я, к сожалению, не запасся. Я сейчас по памяти не скажу в каком точном языке. то ли скала может быть может Ефим подскажет в каком языке есть. Есть языки в которых запрещены все неявные приведения типа. То есть есть ожидаемый тип то есть вот здесь вот x ждет только w. Невозможно присвоить что-то другое. В хаскеле есть такие языки это не только хаскель языки так называемая строгая типизация. Строгая невозможно присвоить что-то не дабловское. Понимаете? c++ язык с нестрогой типизацией. Сюда можно int подставить число и он его приведет к w. Понятно? Понятно? Он приведет просто эти бики считают как w. Это алгоритм. Нет. Нет. Приведение типов это алгоритм преобразования перекодирования периода он с ошибками естественно с ошибками округления это делает. Если это вещественно в целом он отбросит дробную часть причем отбросит и метод вот так просто откусил и все не округление не равное отбрасывает то есть это алгоритм именно изменения числа так чтобы оно понятно язык с нестрогой привязаться так вот именно потому что в момент вычисления мы не знаем какого типа должен получиться результат в языке си плюс плюс такая перегрузка тип функций невозможна но в других языках где одновременно строгая типизация и при этом существует перегрузка функций в них это возможно ну в общем понятно в си надо знать что третьего типа по возвращаемому типу перегрузки функций нет что нам осталось аргументы функций по умолчанию в си плюс плюс давайте испортим последнюю доску представим себе что я хочу написать на си плюс плюс функцию принт которая печатает мне слово hello но она делает это с разделителями воин hello при этом я хочу так чтобы я мог эту функцию вызвать которая печатает hello столько раз сколько я ей скажу int number сделайте так запятание на следующей строчке с вот таким вот отступом вот сюда и еще хочу чтобы был сепаратор чар сепаратор ну сеп чар сеп то есть что слово hello печатается между слов hello печатается что-то перевод каретки или там дефис понятно да то есть что-то такое форм проще 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 всего if number равно нулю return так дальше что ну выход из функции void просто return точка запятой без возвращаемого значения return просто выйти из функции а теперь не 0 в этом случае я сделаю циклом for в котором я печатаю number минус 1 hello после каждого из них разделителя в конце печатаю еще 1 соответственно for in i равно 0 i меньше чем number минус 1 i плюс плюс и делаю seout собственно слово hello и туда же сепаратор ну и в конце еще один раз печатаю hello ну я так сделал чтобы у меня после слова hello последнего не было сепаратор ну иначе я вводил цикл формы понятно логика а теперь смотрите я хочу вызывать эту функцию с параметрами я хочу что я выскучу вы же в прошлом году это видели на петлю я хочу вызывать эту функцию так просто hello hello с количеством 5 hello с количеством 3 запятая минус при этом в этом случае я хочу чтобы он печатал мне один раз слово hello и переводил каретку а нет в данном случае не переводил а в конце я забыл а в самом конце перевод каретки по любому ну стд не надо я уже типа подключил если hello 5 то он печатает мне с переводом каретки то есть каждое hello на новой строке 5 раз 5 строк а если вот так то это должно быть hello minus hello и перевод каретки при этом еще раз говорю я хочу чтобы эту функцию можно было вызвать и так и так и так то есть чтобы у этих аргументов были значения по умолчанию еще раз в чистом языке c этого нельзя в c плюс плюс это можно и делается точно так же как в питоне то есть я беру и набор там проставляю в единичку сепаратор проставляю в перевод каретки перевод каретки касая n в данном случае одинарный кавыч потому что это один символ и тип ч ясно в этом случае у меня вопрос возникает а если существует функция hello перегруженная с перегрузкой именно функции то есть там функция у которой double hello с double с одним параметром типа w то есть параллельно с существованием вот этой у меня существует еще функция будет hello от double которая работает ну каким-то неважно каким образом что вы печатали hello 3.4 но она существует да тогда вопрос какую он предпочтет и вообще можно так или нет как сочетается аргументы по умолчанию с перегрузкой функции ведь тут количество аргументов может быть разным ничего страшного дело в том что количество аргументов для перегрузки функции должно совпадать точно а если оно совпало ну в данном случае у меня эта функция и эта функция обе по количеству аргументов подойдут то есть либо это у тебя второго параметра значения получения либо это в этом случае вступают в правило те же самые приоритеты перегрузки которые там были строгое совпадение типов проверяем hello 5 5 имеет тип int у меня подходит первая функция будет вызвана именно понятно то есть аргумент функция в этом случае конкурирует сразу с разными семействами функций перегруженных с разным количеством аргументов так осталось что вам рассказать осталось вам кратенько ввести то а чем же как сказать как нам выйти из вот этой ситуации возвращаясь обратно пространство имен как нам лучше сделать как нам лучше сделать ответ вот как нам скажем так автоматизировать создание пространства имен под конкретную структуру понимаете ответ очень просто удивитель надо запихать функции прямо сюда то есть я я сейчас наоборот у меня функции описаны там уже да я их возьму и вот сюда вот так вот и впишу то есть я создаю структуру struct array 2 ну D большое и все заголовки функций я записываю прямо в ней здесь я напишу int m запятая n да и w звездочка звездочка p после фигурной скобки в этом случае мне надо ставить точку запятую потому что это структура а не пространство имен и структура может быть описана только один раз ее нельзя дополнить а как же из тела не быть ведь я тел то не написал они обязательно должны быть тут ну а они могут быть тут можно прямо сюда тела писать да учитывая возможность свернуть в современных редакторах текст свернут при прятке строчки это нормально и будет отлично если я прямо сюда пишу тела но не обязательно не обязательно тела можно в принципе хранить отдельно причем более того если я поясню потом как это сделать если я все таки смогу какую-то функцию из этих вызвать абстрагируясь от экземпляра структуры типа RA2D в этом случае я буду употреблять имя да и в принципе в этих ошибках которые будет писать капиллятор эти функции будут упоминаться как принадлежащие пространству имен структуры то есть каждая структура подразумевает одновременно автоматически создающиеся пространство имен а здорово еще раз внутри структуры да вот все что описано внутри структуры оно автоматически в ее пространстве имен то есть у меня вот такая функция да вот ее полное имя вот такое хотя словно им спейс тут не мелькало под структуру данных более того внутри структуры я могу описывать новые типы тайпдеп написать синоним типа или прямо таки еще одну структуру написать например struct элем давайте итератор назовем struct итератор и он как-то там устроен не важно как понятно я могу описать структуру прямо внутри структуры и она будет ну как с пространством имен раз это пространство имен туда можно пихнуть она будет вложенная вложенное описание в структуру можно это внутри функции функцию нельзя пихать а внутри структуру можно писать в пихание структуры потому что структура подразумевает пространство имен а она является описанием типов понятно все имена вложенные структуры будут поддержать и и и да но надо сказать вот что что у меня когда я пространство имен это делаю то я могу там создать какую-то переменную int там не знаю global x так и эта переменная будет находясь на уровне модуля куда она в пространстве имен она на уровне модуля она является статической то есть она существует в момент загрузки программ памяти она одна в сигнете да один единственный экземпляр кстати по сути понятно то m n которая описана внутри структуры это всего лишь заготовки под изготовление экземпляров структуры то есть это всего лишь описание типа то есть я в принципе могу вот так сослаться но это исключительно для того чтобы помянуть а так не существует конкретный перемен то есть у array 2d 2.ch print это одна конкретная функция по работе с данной структурой она есть в сегменте кода в одном экземпляре если я тут не начну писать перегрузку функции я могу внутри структуры написать несколько принтов тогда по правилам перегрузки как в любом пространстве имен вот а с переменными там как ну собственно как пользоваться такой структурой точно так же как мы пользовались объектами в питоне да по сути эта структура на самом деле и есть объект это объект всего лишь просто структурного типа то есть я могу создать давайте using вот вот вариант как это пользоваться итак вот я создал array 2dx а давайте предположим что у меня есть array 3d и он описан точно так же там свои тела там своя специфика в этом случае пожалуйста я без всяких using создает array 2d а рядом array 3d я говорю x точка init и у меня вызывается мне надо ему говорить что это я вызываю init тот самый который array 2d два двойка не не надо потому что компилятор видит что x имеет тип array 2d поэтому компилятор автоматически берет из его пространства имен соответствующие ему функцию init да но правда есть такая тонкость елки-палки что я его вызываю вызываю но я вот видите вот тут такая штука на самом деле когда я начинаю вот так пользоваться но это все еще раз я расскажу как там внутри будет когда я начинаю вот так пользоваться то мне не так надо передавать эту штуку как аргумент потому что у меня будет возможность как sel помните sel он называется this я все еще раз покажу сейчас времени уже нету да но в этом случае sel у меня есть то есть мне вот этот вот аргумент не надо передавать мне достаточно вот так вот я только тот который from да ну вот так постирал да понятна логика потому что у меня есть возможность собственно к этому к кому я доступаюсь его юзинг будет характер вот этого использования фактически да он будет вот такой x.init y.init и так далее и он автоматом будет распознавать какого типа это удобно это некий первичный полиморфизм да языка c++ есть более высокий полиморфизм до него чуть надо добраться надо сказать что перегрузка функции про которую я тут рассказал это тоже вариант полиморфизма языка c++ то есть у меня сейчас два возникло полиморфизма первый когда я пользуюсь именем функции при этом перегрузки нет потому что компилятор строго разбирает с какого типа и берет из нужного пространства имен соответствующую функцию да просто по типу структуры если погружено внутрь структур если же у меня функции вариаются по отдельности и как этих нужно просто сравнить друг с другом а не в одном пространстве имен но имена одинаковые тогда вступают в правило вот эти пять в приоритетах, точное совпадение, встроенное приведение продвижением, встроенное приведение непродвижением, пользовательское приведение типов и элипсус. Ох, дети. Что с вами делать теперь? Так. Вопрос. Да, можно. Да, иначе бы я не говорил, что вот они вот так вот имеют имена. То есть это настоящие имена. Я сейчас посмотрю. Да, я это на седьмой лекции планировал вам рассказывать. Я не буду торопиться. Хватит информации. Все, вопросов нет? Ну тогда спасибо большое. На этом мы закончим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ